Глава Калмыкии вручил инвалидные коляски с электроприставками параспортсменам-воспитанников республиканской спортивной адаптивной школы. Кроме того, руководитель республики вручил ключи от комфортабельного автобуса творческому коллективу «Калымгосфилармонии» имени Манджиева. Оба проекта реализованы в рамках благотворительной программы Каспийского трубопроводного консорциума в Калмыкии в 2023 году. Напомню, в апреле прошлого года глава региона Батухасиков и генеральный директор КТКР Николай Горбань подписали соглашение о сотрудничестве. В документе было указано, в рамках договоренности КТК направит на реализацию благотворительных проектов республики около 100 миллионов рублей. Внутри республики важно, чтобы коллективы могли передвигаться, делиться эмоциями, позитивом, творчеством, наследием с нашими земляками. Сейчас в стране развивается мультивный туризм. То есть огромный поток туристов на юг России приезжает и другие регионы. И здорово, что наши коллективы смогут участвовать во всех самых важных и ярких мероприятиях. При этом не просто участвовать, а чувствовать себя достойно. То есть понимать, что они нужны обществу, что общество их также благодарит. И вот эту миссию выполняет Каспийский трубопроводный консорциум. За это им огромное спасибо. В этом году консорциум в соответствии с соглашением продолжил поддержку социально значимых сфер жизни Калмыкии. Проекты уже реализуются, в ближайшее время ожидается поставка спецтехники. Калмыкия не только занимается своей производственной деятельностью, но и один из важнейших приоритетов – это поддержка регионов, где мы работаем. И, конечно, особое отношение у нас к Калмыкии. Это начало радостных событий, которые будут в этом году, потому что достаточно обширная программа благотворительной поддержки различных сфер жизни. Вот сегодня мы передаем автобус. И чем отличается Калмыкия? Отличается не только тем, что здесь уникальный климат, степи, но самое главное – любви и потрясающая культура.